МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочешь уйти живой? Отвечай на вопрос. Я ищу вот этого человека. Его знает Антон Коробов. Видела их вместе? Слышала от Антона про него? Зовут Филатов Михаил. Бывший опера, главка. Снимал квартиру в вашем старом доме. До взрыва! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Чего, не хочешь разговаривать? Хочешь? Я не знаю, кто его человек. Честные слова. Я клену. Ладно. Распоминать ты не хочешь? Надо ментам звонить. Чего мы тупим? Да, а что ты ему скажешь? Наташа у него. Это 100 процентов. Я уверен в этом, но... Но уверенности-то маловато. Никто ничего не видел. Прошел всего лишь час, как она перестала нам звонить. Менты даже не почешутся. А-а-а! Все, что сами выяснили, то и расскажем. Но взрыв дел рук Петрова. Да? А разоблачили мы его по часам на правой руке? Весомый аргумент. Сдадим все, как есть, с потрохами. Не кажется, что пора соскакивать с истории? А то как бы уже... А тебе не кажется, что поздновато заднюю врубать, Валер? Если Наташа у него, то это из-за нас. Мы виноваты. Ну, не по силам нам. Мент-психопат. Тем более, что он знает про нас все. Да? Вот тем более, что мент. А ты предлагаешь пойти к его корешам с байкой про часы, да? Да нельзя просто так сидеть и тупо ждать, пока она у него. Пока он может с ней все что угодно взять. Нельзя. Вот именно что остается. Только сидеть и ждать. Пока он не сделает следующий ход. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Ангел вчера встречался с кем-то. Я не знаю, возможно, это он. Я не уверена. Я видела только издалека. Подробнее, что за встреча? Я не уверена. Какая-то парковка. Он не сказал, с кем-то встречается. Я думала, у него любовница. Где? Во сколько? В ТЦ Кастер. Владебная парковка. В пять часов вечера. Шагай. Шоссе там. Иди, говорю. Вставай. В чем дело? Я беременна. Помогите. Субтитры создавал DimaTorzok Врача! Кто-нибудь врача? Помогите скорее. Что случилось? Неусильное кровотечение. Говорит, что беременна. В смотровую пройдемте? Дальше без меня я не знаю. Не могу ждать. Мужчина! Мужчина! Вы куда? Мужчина! Сегодня поспишь у меня. А завтра я отвезу тебя в твою новую семью. Ты очень хорошие люди. Это мои друзья. Там деток много. Все будут о тебе заботиться. Тебе понравится, вот увидишь. Ты ешь, а остынет. А можно? Конечно. Наташа. Привет. 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 А ты что здесь сидишь? Жду результата в УЗИ. Потом должны отпустить. Если надо будет делать повторную чистку. Чистку? То есть, а ребенок? Нет, больше ребенка. Мы свободны. Ты свободен. Почему ты мне сразу об этом по телефону не сказал? Чтобы что? Чтобы ты мог потренироваться и притвориться, что ты расстроен? Мне не надо для этого притворяться. Я действительно расстроен. Просто подожди. Подожди, подожди, Наташа. Подожди, прости. Ты мне можешь сказать, что случилось? Это очень важно. Важно для камня. Для тебя это важно. Для меня важно. Это важно для нас. Для нашей безопасности. Саня, скажи услугу. Я тебе скину номерок машинки. Пробьешь? Срочно разыскать надо. Можешь дать поручение? Дэпсом, мол, проходит по делу у тебя. От себя не могу, Саня. Меня Натч в отпуск отправил. По здоровью там. Да, опять проблемы со спиной. Вопрос личный. Один урод денег задолжал. Скрывается. Спасибо, Саня. Может, прилежешь? Не знаю. Ты... Главное, не волнуйся. Он больше не появится. Откуда ты знаешь? Теперь я все время буду рядом. Всегда-всегда. Пока смерть не разлучит нас. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здорово. Здорово. Мне только узнать, как Наташа. Так у нее и спроси. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я бы эту тварь, конечно, размотал. Успокойся. Пусть менты разбираются. Подожди. Разве ты не хочешь, чтобы я за тебя там отомстил? Чего? Да ты сейчас такой пафосный. Я праварицарь, я отомщу за тебя, любовь моя. Чего? Я... Какая любовь? Я ничего не говорю про любовь. Любовь. А что, нет? Если так будешь шутить, то нет. Я не шучу. Я... Я просто... Понимаешь, он там не один. Меня еще сбил кто-то. А я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Но так приятно, что ты хочешь за меня отомстить. Да, любовь моя. Все-таки любовь? Какого? Как? Как вы могли отпустить его, как? А что нам было? За него Женя Бес пришел просить. Да мало ли кто к вам пришел. Женя Бес. Не последний человек. Ему просто так не откажешь. А Юра, волчок, последний человек? Что не ясного было в его словах? Вы делайте. Что я вам скажу? Ты не ори. Бес не под волчком ходит. Там другой базар. Да заткните его уже, эту спсилу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СИГНАЛЫ СИГНАЛЫ Дром! СИГНАЛЫ Задрол, орать! СИГНАЛЫ О, Снежок-то. Хм, рановато вы. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛ 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА СИГНАЛЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Рад тебя слышать. Ты опять Накитчи, что ли? Сегодня ночью один фраерок двух уважаемых людей вольнул. Афона и Рома. Мне говорят, ты с ними базарил накануне. Вольнули? Я не при делах. Мне говорят, ты за корешка какого-то ходил к ним просить. Было. А что за корешок? Мне говорят, он знает того душегубца фраера? Петрова фамилия, который еще и на мусарню работает. Ну, может быть, я не в курсах. Так войди. И для чего мне это? Скажу яснее, предъявить тебе нечего без. Пока. Но раз ты там был, раз ты за кого-то впрягся, с тебя и спрос. Пускай твой корешок тебя на Петрова выведет, а ты выведешь нас. Я ясно разжевал? Леха, ну что, ты Лиз не звонил? Ты что, прикалываешься? Не собирайся. Почему? Нормально, девчонка. И базар у нее это. Была бы только посимпатичней чуть-чуть. Ну да, вот здесь, конечно, жалко. Чего тебе это жалко? У тебя Полина есть такая, восьмерочку с плюсом, может быть, даже. Ну да, Полинка офигительная, но... Но Лиза мне больше понравилась. Как человек. Ай, ну зашибись. Давай махнемся тогда. Мне Полина, тебе Лиза. Не, он красивый тоже, как с Трёмой. Ну хотя Лиза, она же тоже не уродин, да? Хотя до Полины и далеко. А ты понимаешь, что ты сам на ее месте как бы? На Лизином? В смысле? Ну смотри. Ты хотел, чтобы Полина с тобой начала встречаться, да? Больше ты типа человек нормальный, да? И не смотрел сейчас, что ты инвалид как бы. А сам-то быть с Лизой не горас, да? Потому что типа, она не такая красивая. Сечешь о чем я? Этот Юра, Юра Волчок, вор в законе. На него шестерит, пол Москвы. И поэтому у нас есть два варианта. Либо мы находим Петрова, либо скрываемся в какой-нибудь глуши и живем там до конца наших дней. Я сваливаться отсюда, никуда не собираюсь. Молодец, логично. А как мы его искать будем? Так, слушай. Так давай его пасти возле ментовки. Мы ж знаем, что Петров работает в главке. После такой шумихи он туда не явится. Залежь где-нибудь на дно. И хрен ты отсюда его выцепишь. Еще варианты. Что ты от меня хочешь? Наташа, я прошу тебя, ты можешь просто вспомнить что-нибудь? какую-нибудь деталь, номер, его автомобильный номер, хотя бы часть, но ты же должна запомнить. Ты же рядом стояла. Я была в ней в состоянии, представь себе запомнить. Я понимаю. Наташа, я все понимаю. Ну, вспомни, что в машине было. Ну, ты же была внутри, что там, что было-то? Ну, вспомни, я тебя прошу. Ты еще ни разу не спросил, как я себя чувствую позавчерашнюю. Прости. Прости меня, я прошу тебя, прости. Ну, ты же, ты даже не представляешь, в каком мы все дерьме. И только ты можешь помочь, понимаешь? Мы должны его найти. Ты единственная зацепка. Вспомни что-нибудь, ну, что-нибудь вспомни, Наташа. Фамилия, имя, отчество. Остальное сам найдешь. Что, выписка из клиники? Наташа, ты понимаешь, что это? Ты знаешь, какая ты молодец. Добрый день. Здравствуй. Здравствуйте. Мы записали его к стеопату. Брат. А вы у нас уже были? Нет, нет, первый раз. Тогда фамилия, имя? Тополев Вадим Сергеевич. Скажите, а вы каждый день работаете? Да, клиника работает каждый день. Нет, в смысле, вы конкретно. Просто хочу вам цветы подарить, когда в следующий раз брата привезу. Не спросите, за что? За что цветы-то? Может, не за красивые ли глаза? Нет, ну, в смысле, как, да, 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 да. Понимаете, мы с братом столько клиник уже объездили. Знаете, везде вот одно и то же. Приходим, а девушки на ресепшене смотрят на него и как будто не замечают вообще. А вы как так, не знаю, тепло посмотрели? Может, он сидит, сияет весь? А это дорогого стоит. Оля. Оля. Теперь телочек только вместе с тобой будут цеплять. Работают безотказно. Я ветерком позвоню, а завтра заеду, узнаю, как ты тут устроился. Ты здесь, в надежных руках, так что не волнуйся. Мариша, вон, целую корзину яблок собрала. Пойдем поедим все вместе. Мить, ты любишь яблоки-то? Да я не знаю. Ну, вот и узнаешь. Я поехал? Митяш, я поеду, да? Можно я с тобой? Пожалуйста. Ты понимаешь, дело в том, что у меня очень много дел, и я не смогу тобой заниматься. А здесь тебе будет весело. Ой, слушай, Мить, так ты не видел, какой ребята железную дорогу сделать? На всю комнату. На чердаке-то. Знаешь, а есть такой парамузик, который все время опаздывал. Знаешь, мультфиль такой, говорит, если мы сейчас не послушаем... Тук-тук. Как обещал. Спасибо. Мои любимые. Пять минут подожди, пожалуйста, и я закончу. Сможешь? Ну, конечно. Ты теперь от меня не избавишься. Мне уже страшно. Оля, ты можешь сейчас карточку брата моего в базе найти? Там просто хочу таблетки по пути купить. Доктор какие-то прописал, не помню название. Напомни. Тополев, Вадим... Сергеич. Молодец, смотри. Оль, слушай, а может, цветы поставить в воду куда-нибудь? Зачем? Мы уже уходим. Ну, я просто подумал, сегодня оставишь, завтра заберешь. А почему не сегодня? Ну, я думал, у нас долгое свидание будет. А так жалко, завянут. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай, найду, во что поставить. Сейчас вернусь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Наташ? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты что там? Что, платишь? А что? Да ничего. Тебе что-то болит? Нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, то есть... Мы через все это пройдем вместе, правда. Мы со всем справимся, все будет хорошо. Вместе пройдем. Ну, конечно, я же рядом. Ага. Я прошу тебя, Антон, я больше не могу. Пожалуйста. Не жалея меня, себя. Это только хуже. Скажу вам, наконец, правду. Хорошо. Какую правду? Что больше нет причин быть вместе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прости. Прости, Наташа. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Наташ, ну... Это все, что я могу дать. У меня больше нет ничего. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет, ты прекрасна. Ты замечательна. Дело не в тебе. Это, видимо, во мне что-то не так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я соберу вещи. Зачем? Куда ты пойдешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Живи здесь. Пока все наладится. Я на диване посплю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Валяр, можно у тебя на пару дней остаться? Ну, если не сильно напрягу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Честно? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК По-моему, что-то не то. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я бы так сказала, все не то. ДЕФОННЫЙ ЗВОНОК Хорошо сказала. Вот я не могу понять, то ли я неправильно поэту, то ли музыка твоя неправильная. На нее слова не ложатся. Так, только вот на мою музыку гнать не надо. Да шучу я. А давай так. Ты сначала стихи напишешь, а я уже на них музыку. А чего писать-то? Вот, взяла с собой тетрадку. В девятом классе любила одного мальчика, а он у меня нет. Ну вот, я и сочиняла литературные опусы. А вот эта вот про любовь, которую ты в гробу видала, случайно не из этого цикла? Угадал. Понятно. Да ладно, чего ты? Может, музыку не запишем. Зато поржем. Ну, давай хотя бы поржем. Короче, это, хата Петровна, планерный. Планерный, 10, квартира. Детали себе оставь. Ты же просил его найти. Ну, нашел, молодец. Значит, и дело до конца доведешь. Мы не об этом говорили. Ну, а теперь говорим. Значит, так. К концу недели я по-любому получу фотографию над гроби, на котором будет фамилия. Или твоя, или его. Выбирай. А что мешкать-то? Это то, что мы хотели с самого начала наказать того, кто взорвал наш дом. Не знаю насчет дома. А этот ублюдок Наташа похитил. А ребенка потеряла. Только заодно я этого должен ответить. А убить мента, это не слишком? Если будем действовать вместе, справимся. Короче, есть план, как все сделать чисто. Скажу сразу же, если кто-то сомневается или не хочет, пусть валит отсюда. Это решение каждого. Ну, так решать нечего. Надо качать его и все. Согласен. Ну, от меня вам вряд ли какая-то польза будет. Но я хотела бы остаться. И я тоже. Хорошо. Теперь к плану. Времени у нас мало. Тянуть нельзя. Но все про все три дня. Можно я с тобой? Пожалуйста. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Мой скорый отъезд, местами столь отдалённый. Поясни. Мне Клещ отзвонился. К нему мусора приходили. Кузик, Васика все. Сейчас за ним по всему району ищут, кто в футбольной теме, типа, кто это по Диму избил? Спартачатова? Ну и на меня по-любому выйдут скоро. Да брось ты, а. Во-первых, об этом знаем только мы с тобой. Самое главное, ты руки не распускай, самоконтроль, и всё будет нормально, сам не спались. И даже если, это Спартачи с ком и вышел. Жив-здоров, всё нормально. С чего тебя посадят-то? Читай. Может, ты зайдёшь? Читай скорее. У меня прям ломка. И мелодия, значит, такая. Подожди, не отвлекай. Неправильно. Слушай со словами, значит, вступление, а потом. Так мало нужно от нас иногда быть рядом, если случится беда. И потом такие бочки пошли. Мы были чужими друг другу вчера, но сейчас. Тыщ, тыщ, тыщ. Мы стали родными, и каждый уверен из нас. И тут так наверхушечку. Мы вышвем в тысячный раз. Тебе нравится? Круто. Правда? Да. Тогда пойдём записывать. Интересно, а что тебя вдохновило на эту песню? Не знаю. Наше собрание, где мы решили, как будем мочить Петрова? Не знаю. Да ладно, я пошутил. А что, я правда не знаю? Весь день в голове мысли крутятся. Мы ведь человека собираемся. Но я решила убежать от этих мыслей. И вот. О, да ты в хлам, брат. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Зато мысли сейчас знаешь, что ты изменишь всех на свете. И что ты трезвая мышь плещет? Да то, что меня бесит. Бесит, что урод, который наших родителей убил, сейчас ходит где-то воздухом. Ты ж тебя был, сука, ни секунды бы лишней не дал. Да. И мы можем ему не дать, Гарль. Мы же со всеми уже... Да что все-то? Ты и я. Это наше право. Мы больше всех пострадали. Никто не потерял обоих родителей, как мы с тобой. А если мусора за мной завтра придут? А? Что, я не вижу последний вздох этой твари? Нет, я так не хочу. Я хочу, чтобы на моих глазах, понимаешь? Чтобы я видел, чтобы я в лицо ему харканул потом. Что делать буду? Грохнем его. Ты и я. Пойдем и грохнем. Все против будет. Да уже поздно будет, когда они узнают, понимаешь? Они еще нам спасибо скажут, что им что делать не пришло. Только Хавчик приехал. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасьте. Вечер добрый. Пицца. Спасибо большое. Приятного аппетита. До свидания. Блин. Ты нифига себе сделала, а? Удивилась, что ты позвонила. Да, обычное дело. Ты мне понравился, Лиза. Захотелось пообщаться. А Полина как на это смотрит? У нас с Полиной ничего нет, если про это. Мы друзья. А, вот как. А она знает, что ты тут со мной? Знает. Я ничего не собираюсь скрывать. Наоборот. Я признаться хочу. Можно? Если только осторожно. Я попробую. Полине с самого начала врал, чтоб понравиться ей. А с тобой хочу с правдой начать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты слышала про взрыв дома на Лесной? Там еще люди погибли. Ну, да, помню, читала. Я жил в том доме, в том подъезде, который взорвали. И нога, она не сломана. Это после взрыва. А ноги я вообще ходить не могу, что-то с позвоночником. Так и думал, что инвалидом останусь на всю жизнь. Но я сейчас вставать начинаю, тренируюсь. Ну вот, сказал. Погоди, то есть ты можешь больше никогда не начать нормально ходить? Надеюсь, что начну. Но гарантии, если честно, нет. Ты мне тоже понравился, Вадик. Такой, какой есть. Шокер, баллон. Откуда у тебя все это? Суровая опасность жизнь футбольного фаната. Ага. Значит, смотри, он дверь открывает, сразу ему в лицо опрыскаешь, я потом добиваю. Окей. Погнали. Пицца-то где? Иди, иди. Кто? Пицца. Я не заказывал. Да, странно, ваш адрес указан. Значит, ошиблись. А вы принять не можете? Пожалуйста, она вкусная, там, с креветками вроде. Мне не нужна пицца. Ну, пожалуйста, примите, ну. А то у меня проблемы будут. Я и так из графика выбился. А если возьмете, ко мне никаких претензий. Доставил по адресу, все дела. Это реально вкусно. Правда? Спасибо. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...